Всем привет! Меня зовут Вероника, это мой канал Черника Дрим и я обещала сделать выживание на 1000 рублей. Это эксперимент, это не значит, что я буду жить на 1000 прям каждый день и что мне не денег на еду. Просто мне стало интересно, что для нас сейчас в 2024 году вообще значит 1000 рублей на продукты. Сколько на нее можно прожить, покупая самые обычные продукты в магазинах у дома. Поэтому, чтобы не пропустить никакое мое видео, подписывайся, ставь лайки и смотри мой эксперимент. Здесь тебе будет интересно. Вот моя закупка, то, что я купила уже на ближайшие дни. Напоминаю, мой эксперимент на 1000, но сколько я смогу на нее прожить, я пока не знаю. В этом и состоит суть моего эксперимента. На какой срок мне хватит этих продуктов, самых простых, обычных, дешевых. И сколько вообще я смогу на них прожить. Участвовать буду я, ну и пока вроде как согласился муж. Здесь я купила десяток яиц. По акции они у нас стоили 89 рублей. Чай рассыпной, маргарин для каких-нибудь, печенек, выпечки. Сметана, молоко, мука, сахар, хлеб, рожки, овсянка, гречка, в общем, крупы. Это суповой набор тут в основном спинке. Чеснок, капуста, свекла, морковка. Еще докуплю, конечно, картошку. Вот, пока что вот такой набор продуктов. Посмотрим, что из них можно приготовить и сделать. Давайте начнем с того, что разделаем и посмотрим, что же вообще у нас в этом суповом наборе. Разделю это все по пакетикам на разные порции, чтобы было проще готово, чтобы заморозить и ничего не пропало. И это ставлю сегодня на суп. Я купила рассыпчатый чай. Купить буду я такой, потому что он стоит дешевле и объем в нем больше. У меня есть вот такая вот сеточка для чая, поэтому мне не составит проблемы. Питер-сыпчатый чай. На завтрак я приготовлю себе овсянку. Может быть, я готовлю как-то неправильно или еще что-то. Но вот именно я готовлю так. Это просто мой эксперимент. Никого не призываю питаться так же или еще что-то. Иногда, смотря на пенсии, бабушек разных или на самые маленькие зарплаты, вообще интересно, как люди выживают и на что вообще они кушают. Мой эксперимент, он именно эксперимент. Это не значит, что я буду так каждый месяц, каждый год выживать на тысячу рублей. Просто интересно вообще, что такое тысяча в наше время в России. Что на нее можно из продуктов купить и сколько можно прожить. Для большего количества молока я чуть-чуть налила воды. Добавляю немножечко соли. Добавляю в овсянку. Пока закипит, добавлю в овсянку. Дальше молоко уже закипает, поэтому добавляю туда овсянку. Добавляю в 3 столовые ложки. Вообще не люблю овсянку, решила дать ей второй шанс именно на этом эксперименте. У меня уже заварился мой чай. И тут чуть-чуть у меня чай высыпался через вот эту вот щелочку наружу. Что же я тогда в этом случае делаю? Я беру новый стакан. Накрываю его одноразовыми тряпочками. Просто переливаю. Весь осадок, который был, у нас остается на ткани. Так, у меня уже готов мой завтрак. Это чай. Овсянка на молоке. С водой, с сахаром и солью. Получилось, что она, в общем-то, вкусная. Смотрите. Консистенция у нее очень приятная. Ни гуще, ни жиже, я считаю, не надо. Сейчас будем пробовать. Кстати, овсянка получилась очень вкусная. Поэтому начало эксперимента довольно-таки неплохое. Овсянка, правда, вкусная. Попробуем чай. Чай тоже. Обычный чай, который покупаем в пакетиках, только он рассыпной. И выходит дешевле, потому что на рассыпь его получается больше, чем, допустим, в пакетиках. Вот и вся разница. Поэтому завтрак у меня очень шикарный, я считаю. Поэтому смотрите, что у меня будет дальше на обед. Но пока что завтрак вышел, ну, не знаю, мне кажется, меньше, чем 10 рублей, потому что я потратила, ну, одну пятую молока, разбавила его водой, добавила столовую ложку сахара, на кончике соли, овсянка. И совсем чуть-чуть маргарина решила попробовать, просто я пока еще больше ничего не докупала. Ну, отлично завтрак за 10 рублей, я хочу сказать. Поэтому пока что все вкусно, все прекрасно. Давайте встретимся с вами на обеде. У меня тут уже все шкварчит, поэтому я решила себе пожарить слуги. Чуть-чуть их присолить. И, наверное, отворю себе макароны, потому что мы сегодня вечером едем в Бойке. Нужно поплотнее пообеду и ужинать. Не знаю, у нас уже время 5-й час, как это правильнее назвать. Вот, для чистоты эксперимента я не буду кушать где-то в гостях, в посторонних местах. Буду максимально честна, чтобы не было за кадром никаких подъеданий в других местах. Якобы я тут готовлю на тысячу, а сама еще на 10, если ем на заднем плане. Нет, такого не будет. Все будет по-честному. Сейчас я доготовлю обед и покажу, что я буду кушать. У меня тут уже дожарилась, подрумянивается курочка. Закипает вода для моих макарон. Так, добавим соли. Наверное, еще чуть-чуть добавлю соли. Так. И добавлю макароны. Так, мы на один раз покушать. Они еще разварятся. Наверное, я думаю, хватит. Так. Вмешиваем, пока варите все это. Смотрите, какой красивый цвет моим черески получился. Хочу отметить, что у меня нездоровое питание, ни ПП, ни ДОЖ или еще что-то. Просто показываю эксперимент, вызывание на эту сумму. Готовлю то, что готовлю, то, что мне комфортно кушать. Поэтому жареная и вот такая вот данная курочка, конечно же, будет. Кстати говоря, масла здесь никакого нету. Это вот просто я положила курицу, залила ее немного водой. Сначала в воде. Все это было, когда вода выпарилась. Начала она жариться уже на своем собственном сокуру, жиру и так далее. Вот сколько масла с нее уже, вы видите, уже вытекло. И это вот у нас до сих пор еще поджаривается. И еще я в горячие макароны, ну, в горячие макароны добавляю одно яйцо. Это альтернатива маслу. Вообще, как-то я однажды пришла в гости к родственнице и увидела, что она добавляет вместо масла яйцо. И вообще никогда даже не думала, что там добавляют масло. Я решила сделать так же. Это очень-то же вкусно. Пока макароны горячие, мы их перемешиваем. И получается у нас макароны с яйцом. Вот такая вот у нас кастрюлька получилась. Плюс у нас еще наша курица. Сейчас все это выложу в тарелку и буду кушать. Также здесь у меня еще заваривается чаечек. Итак, мы уже приступаем к обеду. У меня получились вот такие макароны с курицей супового набора. Я не знаю, что это. Я полагаю, что это шейки. Но, в принципе, на обед пойдет. Макароны с яйцом. И также тут в кадре не видно у меня чай. Оставлю его сюда. Попробуем макароны. Макароны тоже обычные, нормальные макароны. Кто-то считает, что вот если они дешевые, значит, они максимально невкусные. Но у меня маленько другое мнение на этот счет. Они без всяких добавок. Везде состав абсолютно одинаковый. Вода, мука, соль, как правило. Ну, даже, по-моему, соли нет в составе, насколько я помню. Могу посмотреть, когда буду готовить ужин, что в составе у макарон. Главное, их не переварить. Если вы закинули, дальше оставили и больше ничего с ними не делаете, то, конечно, они будут разваренные и невкусные. Если их вовремя вытаскивать, то абсолютно нормальные, вкусные макароны. Все. На соль тут все прекрасно. Одного лица на данную порцию тоже достаточно. Я повторю, что мы вечером идем в гости, но кушать там я ничего не буду. Ну, только пить кофе, например, или воду, еще что-то такое. Все. То есть именно еды в гостях я не буду ни в какой-то есть. Для чистоты эксперимента. Давайте попробуем курицу и вообще, что это за часть. Ну, тут, наверное, в основном курица, но также есть и немного мяса. Тут совсем чуть-чуть. Давайте попробуем. Курица тоже. Обычная жареная курица. Просто здесь мяса не так много, но это суповой набор. Это не филе куриное. И стоит оно, конечно же, мало. Но чеки я к концу видео все прикреплю и в комментариях. Этот суповой набор за килограмм стоил 109 рублей. Тут было чуть-чуть больше, чем 1 килограмм. Вот. Поэтому у нас именно выживание, эксперимент, продукт самый дешевый и простой, как я уже говорила. Для такого эксперимента это вполне даже неплохо и съедобно. Поэтому пока что все супер. Правда, это еще первый день. Я не знаю, насколько у меня хватит. Еще сложность добавляет то, что это нужно постоянно готовить. Просто я нахожусь дома, поэтому у меня есть возможность постоянно готовить. У кого-то такой возможности может быть нет. И все это выживание, конечно же, занимает много времени для того, чтобы все это приготовить, купить, закупить. Выяснить, где это стоит дешевле. Поэтому для тех, кто работает, наверное, это было бы не очень удобно. Вот. А так, в целом, если вы дома, так питаться очень даже не особо напряжно. Давайте встретимся тогда на ужине. Расскажу, что мы кушали на ужине, готовила ли я, либо мы просто пошли в гости. Что это? Пила, давайте так это назовем. Поэтому до встречи вечером. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...